Золотой шар А именно здесь, в подвале Так, нужно укрытие Вы поскорее Так, будем разбираться с куклой Нашел я Сто картофель Пожалуйста, помоги мне Что за голос в моей голове? Не бросай меня, пожалуйста Я не просто игрушка, я существо Если ты выбросишь меня, то я умру Жалься надо мной, не убивай Я не собираюсь тебя убивать, успокойся Спасибо, как тебя зовут? Жекан, а ты что за чудо? Называй меня просто кукла Когда-то у меня было имя Но сейчас она ничего не значит Послушай, у меня к тебе дело Как насчет подзаработки? Посреди чернобыльской зоны Со мной вдруг заговорила кукла Подожди, когда я помнится Здесь такое место, что может произойти все, что угодно Законы физики здесь иногда действуют с ошибками Пора бы уже и привыкнуть к такому отчаянию ребенка Лет-то, кстати, сколько тебе? Неважно, ты говорила о каком-то деле Нужно найти одного человека Он работал здесь в зоне до второй аварии Я подскажу тебе его имя и приметы А ты возьмешь меня с собой, отыщешь его Насчет награды не беспокойся Денег получишь столько, сколько сможешь унести Договорились? Откуда у тебя деньги? Не у меня, а у других людей Не будь дураком, Жекан, соглашайся Что за человек? Где его искать? Его зовут Максим Ну, это отсылок к серии романов Братьев Стругацких Максим Камерер Пасхалочка, возможно Он работал в одном из секретных лабораторий Которые размещались в зоне отчуждения После аварии он вместе с большой частью персонала Пропал без вести Примет я тебе его, к сожалению, сказать не могу Уж извини Однако затем Ты возьмешь меня с собой Чтобы я смогла узнать его при встрече Секретная лаборатория в Чернобыльской зоне Даже если так, то твой Максим давно мертв Так, Максим Камерер Отлично Он не мертв, это я знаю точно Однако, суть не в этом Суть в том, что у меня есть информация А у тебя ноги Ноги, руки и голова, естественно Вместе мы достигнем намеченной цели Кроме того, у меня есть еще некоторые полезные свойства Какие же? Во-первых, я умею читать мысли Не все, а только плохие Если, допустим, тебе повстречается человек Который захочет тебе зла Я обязательно дам тебе знать Во-вторых, я чувствую на расстоянии секретные места и схроны Если что-то кто-то припрятал И оно находится рядом То я могу намекнуть об этом В-третьих, я могу находить ответы Разве сложные вопросы Если кто-то тебе дал задание Которое ты не в силах выполнить Обратись ко мне И я подскажу тебе способ Как с этим справиться И в-четвертых, если ты попадешь в серьезную передрягу Или кто-то сильно попортит тебе здоровье Я смогу тебе немножечко подлечить Как скажешь Я готов тебе помочь Естественно, полезные свойства Так, еще подскажи, что мы должны делать сейчас Сейчас ты должен найти в деревне на кордоне Один дом Тот, который угловой Залезь на его чердак И осмотрись хорошенько Где-то там должен валяться старый магнитофон Разбери его и вынь Самый большой конденсатор Это такая электронная деталь Конденсатор оставишь себе Он тебе понадобится в будущем Понятно Так, дай совет Если ты видишь перед собой нечто незнакомое Или необыкновенное 99% что это смертельная опасность И 1% что что-то другое Спасибо Окей У меня есть задание Если тебе нужна моя помощь То ты должен сначала накормить меня Ты же мужчина Дай мне поесть Тогда я помогу тебе с заданием Дам подсказку У тебя есть сыр? Я люблю его Нет, на данный момент А нет, в последней надежде У меня нет сыра Так, на улице стемнело Я, скорее всего, пережду выброс И когда рассветет Буду еще осматривать деревню После выброса В той стороне В той стороне где-то скрылся Где скрылся, что-то офигенно громохнуло Аж земля загудила Больше вертушки То никто не видел Печально Я вот думаю Вертушка боевая была Небось Они десантники были При полном вооружении И вполне возможно Что в том месте Где вертолет Тот навернулся Можно неплохо поживиться Армейским оружием И патронам Если, конечно, все В смятку не разнесло Идея неплохая Но звучит как-то подло Что-ли по-мародерски Да нет, нормально Так, сталкеры все По сути Поголовно мародеры Растаскивают имущество Советского Союза Который тебе Теперь принадлежит Украине Помнишь закон О кладах 25% от найденного Твое остается Изволю отдать Нашел 4 артефакта Себе один И остальное государство Хе-хе Очень смешно Кстати, Саня обещал показать Мне, как здесь Можно добывать артефакты Давай я покажу У меня лучше получится Окей, показывай Следуй за мной Пошли Военный вертолет Он дает наводку Прямым текстом Можно сказать Что за железкой За насыпью Скорее всего Военный вертолет Да, он побежал к мусорке Но я хочу пока сделать не это Я хочу проверить Что нам говорила кукла О каком-то старом магнитофоне Там конденсаторы И остальное прочее Интересное Так, это явно не здесь Не на этом чердаке Попробую перепрыгнуть На соседний домик Посмотрю, что там Сало Нет, это не то Возможно, конечно, он говорит Не конкретно об этих домах А других Уходя за кровать дверь Обновилось задание Проникнув в запертый дом Оказались в ловушке Необходимо обыскать дом И найти ключ от дверей Чтобы освободиться Какое-то задание Новое Ничего не происходит Уже не просто сюда я зашел Так, сейв Так, интересно Почему не появляется надпись Сейчас Возможно, это какой-то баг Ну, там была надпись Когда я играл Сейчас я переиграю Как бы маленько вперед Забежал Война с Наполеоном Там была надпись Соответственно Код От этого сейфа Отечественные пистолеты Учебник по подготовке Начинающих стрелков Посвящен обучению стрельбы И уходу за пистолетами Отечественных моделей Таких, как ПМ Ну, это понятно Это нам пригодится Получили мы также Патроны Отлично Но пока Нечего стрелять Да, задание выполняется Не нашел я здесь Возможно, на этом домике Но сейчас я К изгою хочу добежать Посмотреть, что там Обещал у нас научить Как доставать артефакты Здесь Что-то очень ярко светится На мусорке Так, какие-то заихрения Не трамплен ли это? Случайно Да, изгоя уже на месте Ну что, на месте пришли Пришли, видишь Этот столб дыма И сиреневую вспышку Наверху вижу Это и есть аномальная зона В ней находится артефакт Но пока зона активна Он не видим Чтобы проявить его Необходимо Обработать зону импульсов И специального прибора сканера Сейчас мы с тобой Аккуратно подберемся вплотную И проделаем это Вернее, проделаешь ты Под моим Надсмотром Все ясно, да? Будь осторожен Здесь много трамплинов Иди Шаг в шаг за мной Хорошо До встречи Ну давай, показывай Я буду прикрывать тебя болтами Ну так, на всякий случай Ну что теперь? Возьми сканер Слушай меня Пользоваться им надо так Берешь его в руку Направляешь в сторону Аномальной зоны И выбираешь частоту импульса С помощью двух красных кнопок Одной можно наращивать частоту Другой уменьшать Когда наберешь частоту Нажимай зеленую кнопку Сканер даст импульс Если частота выбрана правильно То прозвучит сигнал И зона выплюнет из себя артефакт Тут внимание Надо успеть его схватить Иначе через 2 секунды Он снова исчезнет И всю процедуру придется повторить заново Все ясно Так, какую частоту на табло? Не знаю Каждая зона работает на своей частоте Придется тебе Эту частоту Увеличивать Подобрать опытным путем Небось там всего 7 режимов частот В какой-нибудь из них зона точно сработает Главное успеть схватить артефакт Я готов Ну это как было в ФГСЕ Я понимаю Так, где у нас сканер? Где же эти гребаные артефакты? Он ведь говорил, что на мусорке их полно Так, все ясно Я добыл артефакт Что теперь? Ты молодец Иди покажи его скидану Он оценит его И положит специальный сейф в хранилище Когда я снова буду идти за периметр То заберу его вместе с хабаром А с остальным хабаром заберу А что потом? За периметром заказчик оценит твой артефакт И выдаст за него деньги После возвращения в зону Возвращения в зону Я дам их тебе Или могу перечислить на банковский счет Так у нас происходит сбыт хабара Ладно, давайте сюда выбираться Да, теперь тут делать нечего Аномальная зона Сформирует новый артефакт Где-то часов через 8-10 Кстати, запомни Наличие артефакта в той или иной зоне Можно определить по наличию Сиреневой звезды наверху Аскандр Оставь его себе Когда заработаешь нормальный денег Рассчитаемся Спасибо Вот так тут Четкие указания Если в аномальной зоне присутствует артефакт То он будет Светиться Аномальная зона, естественно, будет светиться Сейчас посмотрим Что скидан нам предложит за этот артефакт Как он называется Так Щебень Ну так Не очень дорого, но все же Я добыл артефакт Молодец Приобщайся к сталкерскому рюме слуг Что там у тебя? Это щебень Для начала неплохо За него заказчик даст Тысяч Девять Деся Тебе нужно будет подождать Пока мой курьер не вернется обратно с деньгами Тогда я с тобой рассчитаюсь У себя я много денег не держу Из соображений безопасности Договорились, что Долго это придется ждать Максимум день Система у меня хорошо налажена Будь спок Как курьер проберется мимо снайперов? Я говорю Система налажена и работает как часы Ибо всем уже договорено Отлично Что нам остается? Так Найти Так Остатки туриста Да У нас есть Какой-то турист Который неизвестно для чего Пробирался В зону Вернее известно Он хотел Исследовать Какие-то Аномалии Именно с этого туриста Скидан Подобрал оружие И также есть задание Белиск ПДА погибшего новичка Нашлась информация О неком Белиске Перелагаются его координаты Надо исследовать Это образование Да Сначала я загляну к туристу Думаю там и продолжу Кошки внизу бесятся Похоже все-таки да Турист погиб В этой странной аномалии Что тут у нас Так Меня начинает Накрывать Почему-то Так Предмет Смотрите Керамический контейнер Прочный Герметический контейнер Покрытый Керамической оболочкой Такое покрытие Служит для защиты От Агрессивной среды Вроде кислоты Или Токов Высокого напряжения Крышка Прочно закрыта Следует Дважды подумать Перед тем Как попытаться Открыть ее Так А есть Если Обследовать АТП Прежде чем Идти К Кобелиску Кошки Вроде Меня не трогают Уходи Пока Цел Не знаю Наверное Не стоит Лезть Пока Цел Лезть без оружия Да Пришлушаюсь К голосу Не буду Пока Суваться Неизвестно Куда Так Вот наш Обелиск Смотрите От него Явно Какой-то Что это Там летает От него Явно Какой-то Телепорт Что ли Как я понимаю Да Действительно Пока не стоило Сюда Лезть Будем Смотреть Что дальше Я нахожусь Возле Обелиска Но мне Пришло Сообщение Так В истории Жекан Заруливая Ко мне В бункер Есть Возможность Поторговать И не забудь Мое Пило Скорее Сего Это Отскидана Так Возьму И пожалуй Отбегу Подальше Отсюда Там Потому что И кабаны Бегали Еще Не понять Кто Летает Так Что это Записка Суслика Дым Оставляю Инструмент Здесь В деревню Тащить Его Не хочу Наши Уже Начинают Что-то Подозревать Если Я В очередной Раз Приду С лопатой То Наше Дело Может Быть Раскрыто После Твоей Настройки На стойке Мне Немного Лучше Но Сегодня Я Не копал Пойду К себе В избу Просплюсь Если Хочешь Попытать Счастье Можешь Попробовать Лопата В ящике Кстати Башку Я По Твоему Совету Закопал Обратно Под обелиск Удачи Стойка Нет У нас Просто Водка И Лопата Горит Попробовать Откопать Старая Снаприская Лопата С потертой Ручкой Только Где Копать Нужно Я Не знаю Лопата Да Получилось Не знаю Я Не знаю Что-то Сработало Череп Обтянутый Кожей Скорее Скорее Всего Вырыт Мутантом Из Какой То Могилы Я Думаю Нужно Вернуть Этот Череп Да В любом Случа У нас Дорога Лежит К Скидану И Потому И Потому Задание Еще Я Хочу Прикупить Сырков Для Куклы Возможно Кто это Там Зомби Возможно Скидану Уже Принесли Наши Деньги За Артефакт Который Мы Нашли Для Него Думаю Аномальных Зон На самом Деле Много Та Которая Рядом С нами Жаждает Довольно Дешевые Артефакты А есть Такие В которых Можно Хабар Тысяч на Двадцать Словить Где Не Находится На Других Локациях Севернее На Путь Туда Преграждает Железко Это Проблема Кому Как Я Точно Знаю Что Пробравшись На Другие Локации Сталкеры Собирают Там Достойный Хабар Имеет С него Хорошие Деньги Не Понял Как Они Тебе Их Доставляют Мне Не Доставляют Не Лезть Через Каждую Так Не Лезть Через Каждую Горь Артефактов Через Железку И Обратно В тех Регионах Налажена Система Заказов От Разных Клиентов Осуществляется Она С помощью Специальных Терминалов Которые Разведчики Держат У себя В убежищах Также Там Вроде Какая-то Налажена Система Поставок Для Добытчиков Артефактов Заказы Доставляются На Вертолетах Как Только Не Изворачивается Человек В погоне За Наживой Действительно Так Давай Деньги Появились Сразу Я Сыр Куплю Пока Ничего Не Буду Я Смотрел Останки Туриста И Нашел В них Контейнер Он Разъеден Кислотой Спрашивают Наскидан Представь Себе Нет Однако Он Плотно Закупорен Погляди Сам Действительно Ну-ка Давай Проверим Можно ли Его Открыть Впрочем Стоп Еще Не Хотело Чтобы Из него Какая Дрянь Вылезла И Загадила Мне Бункер Что Ты Предлагаешь Подожди Не Мешай Так Здесь Воку Есть Надпись Лаборатории Так Слышал Я Такой Лавочки Они Скупают Разную Дрянь Для Исследователей Через Частных Лис Так Что Этот Контейнер Надо Выкинуть И Подальше Да Уж Но Я Пока Ты Ходил Рассказывай Турист Приходил Ко Мне Две Три Недели Назад Как Он Пробрался Мимо Военных Он Не Сказал Ровно Так же Как И Цель Своего Прихода В Зону Да Я Не Спрашивал Я Даже Не Помню Как Туриста Звали Помню Только Что Имя У Него Было Иностранное То Ли Джон То Джек Так Вот Приходил Он Ко Мне Договориться Насчет Проводника Сказал Что Будет Здесь Недолго В саму Зону Углубляться Не станет Но Ему Якобы Нужно Было Сделать Несколько Фотографий Для Какого Журнала Проводникам Попросил Выбрать Ему Из Местных Я Посоветовал Ему Одного Человека Кого же Да Был Тут Один Такой Не знаю Как Назвать Он Вместе С Группой Пришел Из Которых Живых Никого Уже Нет Именно Его Я Не знаю Потому Что Обращался К нему Все Только По Кличке Хотя Из Наш Хотя Наш Называли Его Никак Иначе Как Бомж Потому Что Неряху Он Был И Страж Никогда Не Мус Все Время Ходил В Засаленном Ватнике В Какой Дурацкой Кепке Плевался Сморкался Рычал Как Чернобыльский Кабан Гадил Где Непоп Идя Запашок От него Был Тот Еще Я Его Водолазом К себе Приспособил Он Мне В Бункер Воду Таскал Дрова Для Печки Колол Какая У него Кличка Была Ванома Странная Откликуха Но Всем Было Пофиг В В общем Суть В чем Я Дал Проводники Туристу Нашего Ваномаса После этого Ни туриста Ни бомжа Никто не видел Конечно Все сначала Подумали Что оба Они сгинули Но С этим Последних событий Мне кажется Что дело Не чисто Понимаешь Думаешь Этот Ваномас Мог Прихлопнуть Туриста За снарягу Думаю Что мог Мутный Он тип Понимаешь Ну и Что ты Предлагаешь Делать Если По большому Счету То всем Пофиг Это зона Здесь Нет закона Напрашиваются Вопрос А не Бродит ли Что если Завтра Кто-то Из наших Пойдет К мусорке За артефакт А вместо Хабара Получит Пуль в лоб Короче Надо Как следует Осмотреть Ближайшие Окрестности Если бомж Еще жив То он Должен Где-то Устроить Себе Логово Не Помешало Бы Устроить Ему Засаду Взять Живым И Как следует Допросить А Ежели Он Скажет Окажет Вооруженное Сопротивление Тут Все Ясно Тогда И Живым Его Брать Незачем Согласен Со мной Не Помешало Бо Найти Этого Ванамаса И Действительно Допросить Полагаешь Смотри Он Тебе При Допросе Нож Спину Не Вот Кнет Но Раз Уж Ты Такой Крутой То Пожалуйста Вряд Либо Мож Мог Хорошо Спрятаться Здесь На Катоне Поищу Рядом С Постройками Или Разваян Поищу Совет Разобраться В этой Истории Приходит Сообщение От Куклы Также Я Ходил Как Белиску Что Ты Там Копал Это Какая Башка Посмотри Всю Обычная Голова Зомби Они Толпами Везде Шатаются Немного Высохло Но В ней Что Вне Ценного Если Ты Читал То О чем Писал Суслик В своих Сообщении Дыма Ты Должен Помнить Что Поиск Клада Под Белиском Ему Помешала Некая Башка Видимо Это И Есть Она Только Я Не Пойму Как Высохший Череп Мог Так Повлиять На Человека Да Уж Налицо Некие Аномальные Свойства Понимаешь Зона Это Такое Место Где Порой Самые Обычные Вещи Могут Превратиться В Сердечный Приступ Так Твоя Башка Вполне Возможно Обладает Некими Свостями Купишь Ее У Меня Нет Сам Понимаешь Почему Рисковать Не Хочу Тебе Посоветую Избавиться От нее Как Можно Скорее Лучше Всего Будет Если Ты Зароешь Там Где Выкопал Не Просто Так Ведь Она Зарыта А Если Башка Приносит Удачу Так Или Иначе Выяснить Это Можно Только Опытным Путем Так Дело Ясное Так И Что У Нас По Заданиям Что У Нас Обновилось Найти Допросить Бомжа Да Вижу Что Бомж Находится С ней Так Думаю Прогуляться На АТП Как Башка Связана Сто Процентов С Этп Сейчас Я Попробую Расспросить Куклу Сырь Я Купил Так Что Я Должен Делать Это Понятно Найти Трансистор У меня Есть Задание Да У меня Сыр Исполнитель Желания Еще Рада Не Все То Золото Это Нужно Отыскать Бомжа Казнить Нельзя Помиловать Нет Это Не То Бомж На самом Деле Не Бомж А Человек Которому Не Повезло Потому Что Он Не Делает Зла Даже Если Узнал Что Ты Пришел Его Убивать Вот Так Пироги Еще Раз Все Тут Золото Есть Задание Я Голодная Как Смело Поскажи Копск Сейфу Какому Сейфу Ты Должен Сначала Смотреть Останки Туриста Погибшего В студне Если Интересуют Детали Пинтовки То Ищи Их На свалке Поблизости От Кладбища Техники Ладно Я думаю На этом Заканчивать Сейчас Я пойду Расспрошу Пойду Расспрошу Бомжа По поводу Банамаса И возможно Забегу На АТП Выясню Причины Появления Этих звуков Что это за Башка Но я думаю Сделать Это уже В следующей серии А с вами был Александр Всем Пока